Давайте рассмотрим различные варианты использования кредитных дефолтных свопов. Предположим, у меня есть компания, и ей присвоен кредитный рейтинг ББ. Данный рейтинг исходит, конечно, от кредитного рейтингового агентства, называемого также просто рейтинговым агентством. Они бывают разными. Это может быть Moody's, Standard & Poor's, или еще что-то в этом роде. Они анализируют эту компанию, изучают бизнес, ее балансовые отчеты, и говорят, «Хорошо, компания не самая безопасная, но и не слишком рискованная. Мы даем ей рейтинг ББ». Допустим, есть инвестор, который хочет вложить деньги в эту компанию. Он может вложить в нее некоторую сумму денег и получить взамен процент. Запишу это. Но инвестора не устраивает уровень безопасности. Он хочет быть уверенным, что получит свои деньги, даже если компания выйдет из бизнеса. Он может пойти к страховщику кредитных дефолтных свопов, и самый известный из этих страховщиков кредитных дефолтных свопов — это американская страховая корпорация . И он скажет, «Американская страховая корпорация, я готов платить вам немного каждый год. Это можно рассматривать как страховую премию. Взамен вы, по сути, обезопасите меня в случае, если эта компания банкротится». Мы уже сказали ранее, что это немного сомнительно, потому что деятельность не регулируется как страхование. Американская страховая корпорация не обязана откладывать деньги. В пользу американской страховой корпорации играет то, что рейтинговое агентство продолжает давать ей очень высокий рейтинг. Предположим, она имеет рейтинг АА. То есть, несмотря на то, что она продолжает принимать на себя все эти обязательства, кредитные рейтинговые агентства все же дает ей рейтинг АА. Так что она может использовать этот рейтинг АА, чтобы продолжать заключать контракт и оформлять страхование, при этом ничего не откладывая по существу, просто получая, можно так сказать, бесплатные деньги и имея обязательство расплатиться в конечном счете. Это один из сценариев. Другой сценарий. Возможно, инвестиционный банк создает нечто вроде компании специального назначения или некие обеспеченные долговые обязательства. У них есть различные транши. Например, старший транш. Чтобы можно было продать их пенсионным фондам, которые могут взять долг только с рейтингом АА. Инвестиционный банк тогда спрашивает у американской страховой корпорации. Может ли эта организация купить кредитные дефолтные свопы? Могут ли они заключить соглашение по кредитным дефолтным свопам, чтобы в случае, если кто-то обанкротится, первые были застрахованы? Теперь действует рейтинговое агентство. Это ценные бумаги. Это старший транш обеспеченных долговых обязательств. И теперь, когда старший транш, по сути, обеспеченный американской страховой корпорацией, кредитное рейтинговое агентство, опять же, приносит ему рейтинг АА. Даже если он состоит из ряда низкокачественных ипотечных кредитов и всего в этом роде, хотя это старший транш, так что он будет выплачен первым, теперь пенсионные фонды могут их выкупать. Последний пример использования. Предположим, у вас есть хеджевый фонд, который не хочет никуда вкладывать деньги. Но он уверен, у целого ряда компаний, может, у этой или этой, другой рейтинг. Это другая компания. Хеджевый фонд уверен, что эти компании не выполнят свои долговые обязанности, произойдет что-то вроде кредитного кризиса. Тогда этот хеджевый фонд может войти в соглашение по кредитным дефолтным свопам, чтобы, по сути, получить страховку, но не имея ничего для страхования. Это подобно получению автостраховки на чье-то чужое вождение или на чью-то чужую машину. Вы как бы надеетесь, что у них произойдет дорожно-транспортное происшествие, потому что теперь на эту компанию есть кредитный дефолтный своп. Несмотря на то, что им ничего не дали взаймы, хеджевые фонды будут платить немного ежегодно и получат страховку. Тогда они будут даже надеяться, что эта компания выйдет из бизнеса, потому что, если это произойдет, они получат страховые выплаты. Те же выплаты, что получил бы этот инвестор, но им бы никогда не пришлось вкладывать деньги. Так что вы можете использовать это как групповые пари, как способ делать ценные бумаги с более низким рейтингом, все же приемлемый для пенсионных фондов. Также это можно использовать как прямой способ застраховать заем, который вы передаете кому-то другому. Продолжение следует...